Об этом здании в селе Майкопском ходят легенды. Бывшее поместье Барыни. Спустя сотню лет от него сохранился только дом. Сейчас здесь детский сад, куда ходят больше 80 детей. Старинное здание периодически подлатывает, но ведь малышам нужны современные условия. А здесь до сих пор топят печку углем, рассказывает Вениамину Кондратьеву. Сейчас собираются построить современный корпус на 100 мест. В вашей ситуации важен под личный контроль, потому что новое здание, оно все равно будет экономичнее. И с точки зрения пребывания детей в нем будет комфортнее. А это, как бы мы его не ремонтировали, я еще раз подчеркиваю, в карете прошлого далеко мы не уедем. А вот в районной больнице стройка уже давно закончилась. Но несмотря на обновленный акушерский корпус, родильное отделение не работает. Не хватает ни медиков, ни оборудования. Роженец отправляют в другие районы – Кропоткин, Армавир и Новокубанск. Написано на входе «здесь рождается счастье». Если оно здесь не рождается, то по большому счету о чем мы говорим? Сколько необходимо денег, чтобы достроить? 17-20 миллионов. Вот сегодня по бюджету, когда будет совещание? Выносите вопрос, я максимально вас поддерживаю. Выносите вопрос. И по этому зданию будем ходить тогда, когда здесь будут рождаться дети. Вот тогда мы пойдем по этому зданию. Известный в районе фермер Анатолий Цепушел показывает главе региона свое подворье. Это еще одна точка объезда руководителя края. Поля почти в две сотни гектаров, где выращивают картофель и огромный яблоневый сад. Трудятся на земле всей семьей, рассказывает фермер. А урожай поставляют в десятки регионов страны, даже в Казахстан. Вот это каждый саженец, выращенный нами. Не покупали, а выращенный нами. Вот люди, кто создают своим трудом эту красоту, им хочется помогать. Поверьте, и я хочу сказать, что мы будем помогать. И программы, которые есть, должны работать для вас, на вас. А в целом это и есть экономика нашего региона. Вот самое главное, чтобы те люди, которые хотят работать, имели возможность работать. Вот это моя задача, я думаю. И мы с ней справимся, я и моя команда. Поверьте. На сад небольшой сквер в самом центре Гулькевичей, конечно, не похож, но в социальных сетях жители о нем писали Кондратьеву не один раз. Не так давно появились слухи, что вместо деревьев здесь появятся торговые центры и галереи. Жители писали жалобы, но ответа от местных властей так и не получили. Что лучше, сквер или торговая галерея? Сквер. Да. Ну сколько можно этих торговых точек? Людям хочется тоже отдохнуть, потому что зелень. Вроде сделать зону отдыха. Зону отдыха сделать и торговую точку. Я сейчас изначально поддерживаю вас, что сквер здесь должен быть. Как и любых бы поддержал горожан, которые говорят о том, что необходимо просто зеленые легкие для любого города. Но есть возможность галереи, при их полном согласии, сможете убедить их, что возможно, тогда делайте. Если люди не согласятся, однозначно нет. Приезд главы региона в Гулькевичский район можно назвать ответом местным жителям. Количество писем с озвученными проблемами, приходящих в краевую администрацию, по сравнению с прошлым годом, выросло на 30%. Встреча с людьми в местном Доме культуры превратилась в своеобразный дискуссионный клуб. Для меня это определенный город контрастов, так скажем. То есть на фоне определенных городских строений, где-то отсутствие тротуаров, где-то определенной такой вот станичной жизни, можно встретить определенные изюминки, которые не уступают и самым серьезным городам. Но в целом, если взять системно, то можно было бы и лучше. Наша задача сегодня, конечно же, проанализировать те, возможно, ошибки, недочеты, какие-то слабые места, которые сегодня у нас есть. Нужно закатывать рукава. И так как мы вместе, сообща, в течение последних полутора лет наводили порядок и чистили наши города, сел, точно так же мы должны взяться за экономику, каждый на своем рабочем месте. Закатать рукава, по крайней мере, точно придется главе Гулькевичского района. По социально-экономическим показателям, он в зоне территории с уровнем развития ниже среднего. Доля собственных доходов в местном бюджете не дотягивает и до 40%. По результатам изучения общественного мнения, больше всего проблем с медициной, трудоустройством и дорогами. Только районная больница умудрилась набрать долгов почти на 100 миллионов рублей и теперь просит помощи. В этом году мы увеличили сумму финансирования из края. Если в прошлом году сумма финансирования районной медицины была 391 миллион рублей, то в этом году 423 миллиона рублей. Мы будем увеличивать и помогать району максимально. Но в том случае, если больше не повторятся эти факты, которые имеют место быть, в ЦРБ проведена проверка. 121 водитель работал в больнице. Например, в краевой клинической больнице работает 60 водителей. Всем автомобилей в нерабочем состоянии, однако на них ежедневно списывался бензин, и они по всем документам проходили сотни просто километров. Но за глобальными проектами не стоит забывать, как говорится, о том, что происходит на земле, замечает Кондратьев. Поднимать экономические показатели бескомфортных условий жизни навряд ли получится. На селе Соколовском находится большой спортивный комплекс с двумя бассейнами и рядом спортивных залов для разных видов спорта. На данный момент бассейны не функционируют, так как требуют капитального ремонта, как и весь спортивный комплекс. Хотелось бы узнать, возможно ли финансирование нашего проекта. Так, кто у нас из Минстроя здесь есть, краевого? Если с Министом финансов поработают тему финансирования, возможно ли ее растянуть на два года? Да, а только так и надо. Потому что сразу мы не найдем денег. Я думаю, что в этом случае мы помогаем не только Соколовскому, но и в целом вытаскиваем занятость детей, по вашему счету, что для меня принципиально важно. Я могу обещать что угодно, но я вот такой по характеру, что если я что-то сказал, то я и себя загрузил у других. Но это в любом случае будет сделано. Проблемных вопросов накопилось на двухчасовой разговор. Оказывается, основная сложность не только Гулькевичского района, а в отсутствии четкого плана развития. Люди, что самое неприятное, местные власти не всегда представляют, за счет чего улучшать социально-экономические показатели. Дайте мне изначально почву, где помочь району, но дайте мне вашу стратегию развития, где бы я мог интегрировать краевой бюджет в помощь вам. И там, где нужно по вашим пунктам стратегии поддержка субъекта, края, я всегда поддержу, если я четко буду понимать, что завтра вы заработаете, даже сегодня деньги краевые, не будут потрачены просто на что-то хотел, какую-то лоббистскую, какую-то идею. Конечно, на разработку подобной стратегии развития уйдет не один месяц, но направления, в которых нужно работать, долго искать не надо. Одно из первоочередных – повышение уровня зарплат в районе. Сейчас он ниже среднекраевого на 7 тысяч рублей. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Гулькевичский район.